А предприемства легкой промысловости Минской области повеличивают продаж на внутреннем рынке и поширают географию экспорту. А кроме того, вытворцы в пошуках новых форматов супрацовництва, как с потенциальными покупниками, так и с дизайнерами. Для этого вытворцы трикотажа у Заславги организовали конкурс по пошуку талентов. И чьи идеи лягут в основу новой коллекции ведет Наталья Кузьминская. Носок падает в корзину. Вязальщица проверяет его качество. В таком виде он у нас получается. Четыре вязальщицы, один наладчик и 80 автоматов. За измену на этом участку вытворчасти разумные машины выравляются колесо, нежаночек, мужчинских и 200 детяших пар шкарпеток. Розных померов, колеров и дизайну. А почним часом минавита выбору этого элемента гардероба, особенно мужчины, пошалено давать большую увагу. У нас художник разрабатывает новые артикула. У нас есть два программиста, которые тоже разрабатывают эти модели. Нормы снимаются, ну и потом запускается производство. Угутким часом продаж поступит с парты с всеми вядомой символикой. Именные с литерой Д для фанатов и выхованцов футбольного клуба «Динамо Минск». Шкарпетки – частка суместной спортивной коллекции. Ее распроцовщик Андрей Чимбер зараз заканчивая дизайн футболок и шортов. Коллекция состоит из мужской, детской и мальчиковой одежды. То есть это джемперы, брюки, шорты, фуфайки с всевозможными принтами, с логотипами «Динамо», плюс с нашими предложениями по дизайну. До речи, гэта капсульная коллекция, перша, отшитая по спецзаказе. Трикотажные вырубы завсёдобыли брендом белорусской лёгкой промысловости. Аж чай у советский час, калей якость, был оголонным критерием пра выбора оденя. Аднак сегодня, разом с бездакорным пошивом и натуральными тканинами, вытворцы пропоновывают и сучасные, модные дизайнерские решения. Что годы, гэта прадприемства выпускает каля 150 линей каденье. Дякую чактунному пошуку новых идей и партнёров, у кожаной коллекции свой неполторный, адметный стиль. Вот у нас сейчас прошёл конкурс по принтам на футболках в стиле кэжул. И также мы начинаем конкурс с белорусской недели моды на создание коллекции. Убачить, ацанительно быть футболки с принтами. Пераможцу конкурсу можно будет уже в лепени во всех магазинах, у которых проставлена продукция предприемства. А так само на 110 фирменных гандлевых пляцовках в Тымалеку России, Казахстане, ахутким часе Болгары и краинах Прыбалтыки. 2016 год, в принципе, неплохо складывается для наших предприятий лёгкой промышленности. Производство продукции составит за полугодие, ожидается где-то в районе 1 триллиона белорусских рублей. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В принципе, растут и показатели экспорта. Более 5,5 миллионов долларов США. Дякуючу маркетинговой политикой, которую сегодня проводят вытворцы оденья, белорусские сукенки, спадницы, костюмы и иншие предметы гардеробу охотно купляют за ножой. Набыть якосный товар можно и у онлайн-гипермаркетов, популярных сегодня сарод интернет-шоперал. Наталья Кузьминская, Максим Кураш, агентство «Теллиновин».